Привет, друзья, с вами Данил Жонглер. Сегодня у нас 27 марта 2020 года и в полночь вышел альбом у Фараона, сколько спустя, где-то полтора года примерно. Под названием правила, вот обложка, можете посмотреть, я думаю, все видели, она где-то здесь появится. Вот, сейчас, короче, мы послушаем, здесь понравится, потому что мы какое-то время активно слушали Фараона, но так как он много ничего не выпускал, то мы перестали его слушать. Сейчас послушаем, вот я слушать буду на всей колоночке. Давайте начнем с трека без ключа, поехали. Ну, я как понял, побит тут то, что он будет человой, этот трек. Да, как я говорил, то, что трек будет человой, ну, такое в себе. Давай сейчас послушаем дальше. Ну, что, честно, я могу сказать насчет этого трека, то, что, ну, в принципе, я бы наушечках 100% не слушал, бы специально, но, может быть, когда-нибудь там на колоночке так почилить, там, с пацанами это можно около костра. Давайте посмотрим, послушаем дальше трек. Надеюсь, то, что будут такие треки, которые раскачают прямо, то есть, прям можно будет прям пофлекти прямо вот на этой кровати. Давайте посмотрим. Давайте трек тогда, не знаю, давайте Фараон Милдеплатон. Полетели. Называется тост. Тост. Тоже, что ли, чел? Перемотаем немножечко. У меня есть шлюхи с делегами, но всегда лучше шлюхи с мозгами. Я не имею дел с ментами, я слишком реален. Пацан реален. Будто он играл в реале. Сниму кино, как в Удиале. Ты поебота, но тебя пиарит. Послези мой хуй, если ты хочешь закулись. Забери моих парней, если ты хочешь накурить. Не приехал сверток прямо с Украины, с проводницей. Было много городов, ты запрещали материться. Да, так как я понимаю, что он все равно человой, но в принципе, в какой-то момент здесь хороший, в принципе, то, что он начал нормально зачитывать. Вначале он прям напевал. Прям напевал, в общем. Давайте дальше послушаем. Уже потише полтрек прошло. Платон. Молодой Платон, молодой Платон. Нет, нет, нет. Особо я сейчас поменял об этом треке. Такое себе. Молодой Платон, у него там проект еще. Так что нет, трек не нравится. Давайте дальше. Фараон, АМГ. Это такой трек. Максимально-максимально, грубо говоря. АМГ. Мазафака. Опять щел. Ну, Фараон, надеюсь, порадуешь сегодня нас. Интернет, что ли? Мне нравится что-то особо не это. Но интернет вряд ли. Ну. Получается, интернет, да. Раз, два, три. Интернет появится. Собственно, что я говорил. Отомстить, отомстить. Такую пизда, ты что-то удивишься. Вместе, вместе. Северный сайт, но мы коннект в Орбихе. Твоя малышка, я зову своей малышкой. Yeah. АМГ. Ну, первое впечатление. Мне этот трек, на самом деле, нравится. Так, заходит, заходит. Битлз, скажу, вот прям, бит мне вообще прям нравится. Прям, приятно слушать, слушать, слушать. Вот. И, короче, сейчас посмотрим. Надеюсь, завтра, ой, и дальше ничего не испортится. Вот. Посмотрим, послушаем. Давайте. Субтитры сделал DimaTorzok И тут нету хуй привилегированней, чем я. Твоя малышка, я зову своей малышкой. Конец, что ли? Да. Получается, конец. Ну, знаете, я вам скажу. Этот трек мне больше всего зашел из прошлых двух. То есть, из трех треков. Мне зашел этот АМГ или МГ, как он. Ну, на самом деле, трек мне зашел. Послушать, в принципе, можно. Давайте послушаем дальше. Фараон баллада. Что это за трек? Давайте послушаем. Надеюсь, я на это не буду брахлить. Красавчик. Я тоже понимаю по бету, что это chill track. На самом деле, такое себе. Не знаю, чем-то он похож на трек не по пути. Не знаю, чем-то совсем чуть. То есть, знаете, он вроде человой, в то же время, там, он жестко это читает. Вот, как-то это так происходит. Ну, такое себе. Блин, хотя бы надеюсь, что шифровым порадует. Нормальные треки. Ну, то есть, нет, нормальные, да, может быть, для кого-то, но мне так на эти треки больше заходят те, которые качают, вот. Так, грубо говоря, chill, не знаю, для многих сейчас тоже так плохого настроения. Включил chill, послушал, настроение поднялось. Вот так это работает. Ладно, давайте дальше послушаем, что там нормально, нет? Не, 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 не нравится мне особо чего? Давайте это, перейдем, послушаем другой трек, особо не нравится. Такой вот, другой послушаем. Ну, не нравится он, грубо говоря. Давайте тогда фараон-призрак. Дим Масленников, десятый трек. Всего их получается 13, сейчас получается 20-16, как я сказал, 27 марта, и получается за это время, за 20 часов он набрал 6 миллионов прослушиваний, даже 6,5 почти что. Крыставчик фараон. Все-таки аудитория, хоть он сколько не был, но аудитория у него осталась. Такая хорошая. Полетели, а фараон? Фараон-призрак. Да, ну что, мозги летят уже. Карантин. Да, это жёстко. Да, это жёстко. Лирика. Одна лирика. Фараон. Фараон-призрак. Фараон-призрак. На самом деле, скажу такое, ребят, тоже особо не нравится, что-то как-то такое себе, ну, тоже. Лирика такой себе. Фараон, я как понял, он полностью погрузился в лирику, хотя не факт. Я послушал, получается, это только четвёртый трек. Может быть, я прослушаю сейчас, скорее всего, за кадром, и я уже вам потом скажу, потому что я не знаю, есть ли здесь вообще такие качёвые треки. Может быть, только одна лирика. Ну, надеюсь, нет. Ну, пока что по этим четвёртым трекам могу сказать, потому что фараон полностью ушёл в лирику, а старый я там осталась где-то вот в сарае, грубо говоря. Ладно, давайте полетели дальше. Там призрак, ну, лирика, давайте, я не знаю, фараон, не знаю, семейные узы, давайте семейные узы, узы-момы всё-таки, давайте, полетели. Не знаю этого чела, много знал, как-то так. Понаблюдаем, понаблюдаем, послушаем. Ну, тоже лирика, как вы понимаете, чил-чил трек, почили-почилить. Догнал, догнал, догнал. Сколько-то прошло, где-то лет пять. Все надеялись, что меня ждёт бит-ля. Сколько я поднял этих лентяй. Сколько закаталов, будто бы и в бильярд. По углам я слышу, бсс, 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 бсс. Эта кыза чё-то ше-чёт после. Пыры-пыры-пыры. Пуле в топ и стой кишечник. У меня был лучший друг, что всегда хакал моих женщин. Потому всю мою спину он облазил в семье дорогих детей. Вот как усмешка. Не, я пошёл на наху вот так. Где ты, сука, был, когда изнутри меня жал мрак? Где ты, сука, был, когда было праздником поти в ма? Где ты, сука, был, когда я нашел крышу в дела? Я риснул, предположишь, ты сменил стороны Знаменит здорово, не забывай, зачищу твой ёбак Хотя, нормально слышно внизу, нет? Фром? Да, внизу слышно, нет? Нет, вообще никак. А чё, снимаешь ещё? Да, да, ещё сейчас, тримин, тримин. Нет, друзья, на самом деле, тоже такое себе не нравится трек. Давайте там послушаем вот на камеру из-за тебя последний трек, вот. А потом я уже прослушаю за кадром и уже скажу, какие треки мне больше всего понравились и есть ли здесь вообще треки кочёвые или только одна лирика. Давайте сейчас послушаем последний трек на камеру. Сейчас. Люто-люто. Пожалуйста, только не чил, пожалуйста. Чил-чил. Сейчас будем чилить с вами. Прихожу домой, я не знаю, где ты. В зеркале горю холодным светом звезды. Ищу диалог смерти слишком быстро езды. И наблюдаю, как горят все мои мосты. И ты хотела сделать так, чтобы я проиграл. Я в курсе скрытых смыслов, я как полиграф. Пытается напевать, напеть. Майнкрафт на Крафт. Ну почему одна лирика? Напишите комментариях, если вы знаете. Ну естественно, фараону. Если одна лирика, естественно, туда фараон нравится писать такие треки, вот. Если бы мне не нравился, я бы на ней писал бы. Ну просто, где же вот старый фараон там с треками? Смарт, Откровение успешного человека, это просто вот такие пушки, про которых вообще прям можно люто раскачать, раскачаться. Вот, Звезда там с ЛСП тоже. Ну это такая тоже, ну, прям вот слушаешь, прям вот радуешься, радуешься. Вот где вот, почему? Потому что мы слушали трек, и прям вот у нас так раскачивал фараон нравится, прям. Сейчас одна лирика, лирика, ну сейчас посмотрим, может быть не факт, может быть еще там. А, кстати, помню еще трек, этот Лолипап тоже нормально прям. Старый, ну, естественно, все старые, но нормальные. Вот, давай сейчас, может быть узнаем, может быть здесь еще будет тоже типа треков наподобие Смарт, Откровение успешного человека, вот. Вот, но пока что они из пяти или шести треков, сейчас точно, раз, два, три, четыре, Из пяти треков, а нет, из шести треков, одна лирика. Такое-такое. Не, ну это слишком, понимаете, это... Без настроения послушать, сейчас перемотаю. Нет, друзья, одним словом, говно. И, кстати, мой двоюродный брат, Кирилл, он тоже записывает треки, у него уже вышло три трека, также он готовит для вас альбом, выйдет, примерно, через 3-4 недели, ну, где-то через месяц. У меня уже треки скиднуло, на самом деле я скажу, потому что вам эти треки зайдут. Так что переходим по ссылке в описании, обязательно подписываемся на его группу ВКонтакте и слушаем, вот. И также, и также я вам скажу, то, что я делал реакцию на альбом Олджибудов, погасите, тоже ссылочку я оставлю в описании. То есть я сразу скажу, против Раона я ничего не имею, но эти треки мне лично не нравятся. Вот и это просто, ну я вам перечислил уже треки, они млюту заходили, вот, сейчас такое себе на самом деле. Сейчас я также за кадром прослушаю остальные треки и уже вам скажу. Полетели! Итак, друзья, короче, я прослушал все треки. Я понял то, что альбом правила Фараона до 2020 года хип-хоп, это все тупо лирика, тупо чил. Вот, а знаете, с друзьями почилить, почилить, грубо говоря, как говорится, непосредственно, собственно, вот так. Вот, и короче, ну такое себе на самом деле, но красавчик зато аудиторию держит. Вот, может быть кому-то, я уверен, что кому-то зашло. Но мне лирика, я вам скажу честно, не особо, типа, не то что Фараон говно, просто мне такой жанр особо не нравится, вот, что я вам скажу. Так что вот так вот, в принципе, с вами был Данил Жонглер. И еще ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами вы все знаете, вот. Где же старый Фараон? Но все равно, МО, не забываем. Ладно, всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok